Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» и я ее ведущая Кристина Бочкарева. Каждая из нас слышала о коэффициенте интеллекта IQ, а вот что такое EQ или, как его еще называют, «Эмоциональный интеллект» нам расскажет клинический психолог Роман Муратов. Привет, Ром! Привет! Ну давай начнем с того, как давно такое понятие, как эмоциональный интеллект вообще появилось в психологии. Термин эмоционального интеллекта начал развиваться в 1920-х, с 1930-х годов, соответственно, прошлого века. И первые, кто начал его изучать, это были Торндаки, Скиннер, которые были представителями гуманистического направления психологии. И как в итоге это понятие развивалось? Насколько я знаю, вообще понятие эмоционального интеллекта, оно пошло из понятия социального интеллекта. Совершенно верно. Изучалось взаимодействие между личностями в, опять же, межличностный интеллект. У нас интеллект даже эмоционально делится на внутроличностный и межличностный. И в силу того, что специалисты этого направления психологии изучали конкретное явление, его взаимосвязь с другим явлением, им было интересно установить какую-то закономерную взаимосвязь между двумя формами реакции. То есть почему один человек говорит привет, а второй реагирует адекватно, там относительно, а другой при слове привет начинает вздрагивать. И в силу того, что было интересно узнать взаимосвязь между этими двумя формами реакции, возникло дальнейшее изучение. И дальше было уже понятно, что существует социальный интеллект, в социальный интеллект входит эмоциональный интеллект, а видов интеллекта существует огромное-огромное множество. Например, есть ученый, которого зовут Гарднер, он выделяет 9 типов интеллекта. И все типы интеллекта между собой взаимосвязаны, в том числе в эмоциональном, они сходятся так же, как и во всех остальных. Как вообще понять, какой уровень интеллекта у человека? Давай поговорим сначала, наверное, о людях с высоким IQ. Высокий уровень эмоционального интеллекта, он довольно обширен, и понятие довольно большое и широкое. И поэтому для этого человека можно подумать, что у него будет высокая удовлетворенность жизнью, у него будет низкая склонность к риску, он будет хорошо понимать свои чувства, свои эмоции, свои потребности. И исходя из этого, человек будет строить и формулировать, формировать собственную жизнь. А что касается человека с низким IQ? Человек с низким IQ будет меньше знаком, соответственно, и с собой, и хуже взаимодействовать с окружающим миром. И отсюда будут вытекать самые различные факторы. В силу того, что у него будут хуже успехи в карьере, у него будут хуже успехи в межличностном общении. То есть это, опять же, и карьера, и построение личных отношений, и взаимодействие с уже существующей семьей, и многое-многое другое. То есть у человека в любом случае будет ниже качество жизни по всем фронтам. В том числе он будет хуже искать работу в том числе. То есть человек с высоким эмоциональным интеллектом, он очень хорошо понимает то, что при совершении определенных действий я буду получать определенный фидбэк, определенную обратную связь. И человек с высоким эмоциональным интеллектом, он хорошо будет знать, что я пойду на работу, например, инженером, и мне нравится крутить детали, мне нравится работать с техникой, я от этого получаю удовольствие, нахожусь в какой-то гармонии. А человек с низким эмоциональным интеллектом поменяет 10 работ или 10 отношений, 10 браков построит, и не до конца будет понимать, что идет не так. В силу того, что он эмоционального отклика достаточного не получает на ту или иную ситуацию, он будет пробовать много различных деятельностей в одной сфере. И поэтому визуально можно подумать о том, что у этого человека с эмоциональным интеллектом что-то не так. Помимо того, это какие-то неадекватные реакции, относительно, опять же, неадекватные науку все-таки, не математика, но приблизительно точная психология. И если человеку в большом количестве случаев тревожно, грустно, дискомфортно, тогда можно тоже говорить о каких-то снижениях эмоционального интеллекта и о том, что их недостаточно. То есть, если мы берем, как пример, коммуникацию, диалог двух людей, то этот человек будет очень часто находиться в каком-то дискомфорте. Это можно будет заметить по позе, по пантомимике, по мимике, о том, что ему не очень удобно. И исходя из этого, уже можно делать выводы о том, что у человека не так высоко развитый национальный интеллект. Помимо того, есть понятие вербального интеллекта. И вербальный интеллект напрямую взаимосвязан с количеством эмоционального интеллекта. Чем больше у человека развит лексикон, и чем больше у него словарный запас, тем большее количество терминов, эпитетов он может применить для описания своего текущего состояния. Тем шире и красочнее он его описывает. А чем шире и красочнее он его описывает, тем лучше он ориентируется сам в своем состоянии. А от профессии уровень эмоционального интеллекта зависит? Безусловно, зависит, но тут больше вопрос, что является первопричиной. Где курица, собственно, а где яйцо? В большей степени, на мой взгляд, зависит базовый уровень эмоционального интеллекта на выбор профессии. То есть, чем выше базового у человека уровень эмоционального интеллекта, тем более осознанно он подойдет к выбору профессии. А во вторую очередь, это уже взаимосвязано с тем, что он ее выбрал. И чем больше эта работа связана с постоянной практикой, то есть, например, это может быть сотрудник ФСБ, сотрудник МВД, профайлер в аэропорту. Ну и то есть, вот эти вот профессии, человек-человек. Чем больше человек в них практикуется и находится, чем чаще, тем лучше у него будут развиты эти навыки. Как научиться понимать свои и чужие эмоции? Есть, может быть, какие-то специальные практики? Да, самое простое, что мы можем сказать, то, что все эмоции, они отражаются у нас в теле. Первое, что мы можем сделать, это задать, просканировать свое тело и задать себе вопрос, где и что я сейчас чувствую? То есть, мы наверняка все слышали такие метафорические высказывания о том, что там душа в пятки ушла или там, не знаю, болит сердце, болит за человека, там, не знаю, руки горят, как символ злости и так далее. То есть, мы можем в первую очередь просканировать свое тело, найти там какой-то сигнал, после этого задать себе вопрос, что я сейчас чувствую? После того, как мы проведем такой анализ, довольно глубокий, доскональный, мы можем задать себе вопрос, что я могу сейчас с этим сделать? Я помню, ты во время нашего прошлого интервью еще рассказывал, что есть конкретные методы, как повысить уровень своего эмоционального интеллекта. Имеется в виду чтение литературы, если мы говорим о повышении словарного запаса. Вот наподобие таких каких-то вещей, может быть, еще что-то есть? То же самое все сохраняется, это просмотр кинофильмов с каким-нибудь глубоким сюжетом, где есть какая-то лирическая драма при взаимодействии двух героев. Можно подумать, если желательно, чтобы эта ситуация откликалась человеку. То есть, если человек переживает развод, то вполне вероятно, ему нужно посмотреть какую-то мелодраму про развод и представить о том, а как бы я поступил в его актуальных условиях. То есть, или посмотреть какое-нибудь, наоборот, какое-нибудь кино, которое не относится к актуальным ситуациям, к актуальной ситуации человека. И посмотреть на то, как я бы мог перенести свои условия и представить его, свои условия в условиях киногероя. И посмотреть на то, как бы мне это откликнулось, какие бы я эмоции испытал. Задать себе вопросы, как бы я себя повел, чтобы я в этой ситуации делал, чтобы я в этой ситуации чувствовал. Точно так же это чтение литературы, желательно, конечно, какой-то публицистический, ненаучный, потому что профессиональная терминология не всегда пригождается в жизни, тем более в описании эмоционального интеллекта, если это не литература, а психология. Опять же это помогает нам и развивать вербальный интеллект, потому что мы читаем слова, мы их запоминаем, мы можем впоследствии их употребить в речи, а чем ярче и красочнее мы описываем свое состояние, чем мы это делаем шире и глубже, тем лучше мы ориентируемся сами в своем состоянии. То есть если у нас есть понятие грусть, великий и могучий язык нам говорит о том, что есть огромное количество определений и синонимов к слову грусть, и если человек оперирует пятью понятиями, как он может описать свою грусть, то это один уровень понимания. А если у человека, условно начитанного, есть пятьдесят понятий определения степени грусти, он может их как в градации расставить, то это совершенно другое понимание эмоций. Помимо того, мы можем переходить к каким-нибудь практикам, то есть вот то, что мы сейчас перечислили, это техники, которые от нас не требуют больших-больших усилий, но тем не менее других усилий от нас могут потребовать техники осознанности, где мы сидим, стараемся что-то услышать, какие-то три звука относительно медитативной практики, которые нам позволяют находиться в текущем моменте, где мы не беспокоимся, не тревожимся за будущее или не переживаем о прошлом, где неправильно поступили, а находимся только здесь и сейчас. Помимо того, можно вести дневники и чувств и записывать в течение дня то, что была ситуация. На эту ситуацию я отреагировал таким эмоциональным опытом. У меня в этот момент были такие-то мысли и в этот момент происходили такие-то реакции. То есть, например, я зашел в автобус, я зашел в автобус и увидел, как на заднем ряду смеются подростки. Мысли, они смеются определенно надо мной, эмоции какие? Скованность, грусть, печаль, тоска. Реакция, сел в автобусе на заднем ряду, зажался, ехал зажатый всю оставшуюся дорогу. То есть, вот такие дневники и эмоции можно вести несколько раз в день, и они очень хорошо помогают. Помимо того, опять же, мы упоминали то, что регулярная практика, она помогает человеку находиться в определенном гомеостазе, в определенном балансе с самим собой. Есть такая практика, например, можно попробовать поставить будильник в течение дня на три разных времени. И в тот момент, когда он прозвонит, можно просто присесть или сделать маленькую паузу, остановиться, в зависимости от того, какими делами мы были заняты, и задать себе вопрос, о чем я думаю, либо что я чувствую. Такие резкие включения человека помогают ему лучше понимать себя. То есть, если мыслительный ряд, который происходит постоянно в человеческой голове, остановить на мгновение и постараться его проанализировать, то это дает большие-большие плоды. Как определить вообще свой уровень эмоционального интеллекта? Насколько я поняла из нашей беседы, что даже если у человека нормальный уровень эмоционального интеллекта и в целом у него благополучная жизнь, он может находиться здесь сейчас, не думая о прошлом и будущем. Стоит ли вообще даже вот в таком случае развивать свой эмоциональный интеллект? Эмоциональный интеллект развивать в любом случае стоит, потому что это довольно большая часть нашей жизни. Но, тем не менее, в твоем вопросе нужно делить норму и патологию. То есть, если мы делим какой-то патологический дефицит и недостаток эмоционального интеллекта, то это может быть взаимосвязано с нарушениями, например, кровообращения в головном мозге. Либо с травмой, либо родовой, либо уже прижизненной, когда человек получил сотрясение головного мозга или какую-то травму. То в этом случае мы можем наблюдать патологическое непонимание эмоций другого человека, патологический дефицит и недостаток понимания, опять же, и своих эмоций, и других людей и так далее. Также существует такой термин, как алекситимия. Алекситимия – это полное, либо не полное, а большой дефицит и непонимание собственных чувств и переживаний. То есть, это тот человек, которому, если задать вопрос, что ты сейчас чувствуешь, он будет долго-долго нам твердить о том, что я не знаю. Я не знаю, что я чувствую, не знаю, что я думаю и так далее. Поэтому, если отнести, если убрать, точнее, патологическое звено и сказать про нормальное, то можно использовать опросники эмоционального интеллекта. Есть опросник эмоционального интеллекта Люсиной, он кратко называется Эмин. Там есть много шкал, в том числе межличностный интеллект, в том числе внутриличностный интеллект, в том числе управление своими эмоциями, регуляция своих эмоций. И он не очень большой, там вопросиков 60, насколько я помню. Можно его пройти даже в онлайн каком-то формате и посмотреть на результат, на интерпретацию, сделать какие-то выводы, посмотреть и задать себе вопрос, насколько это действительно мне соответствует. Есть опросник эмоционального интеллекта Холла. Приблизительно то же самое, но, так скажем, заграничное. Ты упомянул в начале нашего интервью о том, что вообще типов интеллекта, видов интеллекта, их 9. Да. Можешь вкратце немножечко рассказать об этом, потому что все-таки IQ и теперь EQ более известные, чем все остальные. Но я вот, например, на ум ничего не приходит. Существует огромное количество интеллектов и их видов. Опять же, как я упоминал, Гарднер упоминал 9 видов интеллекта. Но там такие типы интеллекта, что существует отдельный подвид интеллекта, как музыкальный, например, интеллект. Потому что есть, опять же, вот наша русская пословица о том, что медведь на уху наступил. Видимо, про таких людей, у которых низкий эмоциональный интеллект. Есть пространственный интеллект. То есть это восприятие собственных габаритов тела и управление этим телом в пространстве. Чтобы человек не путал, где право, где лево. Есть кожнокинестетический интеллект. Это то, что мы запоминаем какое-то осязательное ощущение определенное. То есть где горячо, где холодно. То есть, например, мы оперируем этим интеллектом, когда хотим коснуться чайника. Мы видим образ чайника. Мы помним то, что когда-то в детстве, в два года мы коснулись чайника и получили какой-то неприятный опыт. Нам было там горячо, мы обожглись, нам не понравилось. Сейчас, когда мы видим все, что угодно похоже на чайник, мы уже вспоминаем кожно-тактильным нашим интеллектом кинестетическим то, что этот предмет трогать не надо. Либо это нужно сделать очень аккуратно. И видов интеллекта, опять же, их огромная куча. Мы можем перечислять все виды наших чувств, которые присутствуют в теле. Тот же самый зрительный интеллект, вербальный интеллект, вкусовой интеллект, тактильный интеллект, кожно-кинестетический, который мы уже упоминали. И не упомянуть их все, потому что классификации огромное количество. И легче, наверное, сказать, каких типов интеллекта нет. Спасибо, Роман, что пришел к нам сегодня в гости. И за интересную беседу тоже спасибо. Спасибо большое, что позвали, был рад. В эфире была программа «Городские встречи». И я ее ведущая Кристина Бочкарева. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!